Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на уроке нам необходим будет атлас и тетрадь с ручкой. Приготовьте, пожалуйста. На прошлом уроке мы с вами изучали тему градусная сеть. Давайте вспомним свойства линий градусной сетки. Признаки линий градусной сетки. В какие стороны горизонта направлены меридианы и параллели? Север, юг, запад, восток. Какова длина в градусах? Меридианы, параллели. Меридианы 180 градусов, параллели 360. Какова длина в километрах? Меридианы 20 тысяч километров, параллели от 40 тысяч километров. Какова длина одного градуса в километрах? Меридианы 111 километров, параллели от 111 до 0 километров. Какую форму имеют на глобусе? Меридианы полуокружность дуги, параллели окружность. Послушайте отрывок из стихотворения, и вы поймете, о чем сегодня пойдет речь на уроке. На карте огромная планета Земля, реки и горы, равнины, моря. Точка на карте зовется объект. Такое понятие ввел человек. Сегодня мы с вами узнаем о том, что каждая точка имеет свой дом. Чтобы ее отыскать в целом мере, ей указали этаж и квартиру. Сложно найти этот адрес ребятам, если не следовать координатам. Этаж называется широтой. Номер квартиры – его долготой. Наверное, вы догадались, что сегодня на уроке мы определим понятие географическая широта, географическая долгота и научимся определять географические координаты. А сейчас мы с вами поиграем в морской бой. Нарисуйте в тетради небольшое игровое поле, разделенное по клеточкам. Вертикальные ряды обозначают буквами – это варианты ответов, а горизонтальные – цифрами. Номер вопроса. Как на слайде. Я зачитываю вопросы, вы ставите плюсы в клетке. Точка пересечения воображаемой оси вращения Земли с ее поверхностью называется Экватором, параллелью, полюсом, меридианом. Правильный ответ – полюс. Второй вопрос. Кратчайшая воображаемая линия, проведенная по поверхности Земли от одного полюса до другого, называется Экватор, меридиан, тропик, параллель. Правильный ответ – меридиан. Третий вопрос. Направление запад-восток показывают параллели, меридианы. Правильный ответ – параллели. Четвертый вопрос. Расстояние от экватора до полюсов в градусной мере составляет 360 градусов, 90 градусов, 180 градусов. Правильный ответ – 90 градусов. Когда вы играете в морской бой, то любая клетка на игровом поле имеет свой адрес, то есть цифру и букву. Можно ли определить адрес корабля на игровом поле, зная или только букву, или только цифру? Нет, нельзя. Нужно называть и букву, и цифру. Любая точка на земном шаре имеет свой географический адрес. Этот адрес тоже состоит из двух частей – географической широты и географической долготы. Определить их нам поможет градусная сеть. Широта показывает место точки на определенной параллели, а долгота – место этой точки на конкретном меридиане. Место их пересечения и есть нужный нам адрес – географические координаты. Зная географические координаты, можно найти любой объект на карте и определить его положение к другим объектам. И наоборот, можно нанести новый объект на карту, определив его географические координаты с помощью приборов. Уметь определять координаты по карте должен каждый человек. Для некоторых профессий это особенно важно. Например, для штурманов и военных. Штурманы прокладывают путь корабля с помощью географических координат. Геологи, географы, геодезисты, находясь в экспедициях, определяют координаты исследуемых ими объектов. Иногда приходится искать в открытом океане терпящих кораблекрушения. А для этого необходимо знать точное место их нахождения. И наша с вами задача – научиться определять географические координаты, то есть географическую широту и географическую долготу. Для начала определим понятие географическая широта. Ребята, географическая широта определяется по параллелям. Мы с вами знаем, что экватор делит нашу Землю на два полушария – северная и южная. Поэтому широта бывает северная и южная. Если точка находится в северном полушарии, то широта северная. Если в южном полушарии, то широта южная. То есть все точки от экватора к северу будут иметь северную широту. Сокращённое обозначение – с точка ше. А расположенные к югу от экватора – южную широту – ю точка ше. Знать, в каком полушарии находится точка, этого недостаточно. Нужно ещё знать её градусы. Экватор имеет 0 градусов. Поэтому если точка находится на экваторе, то у неё будет 0 градусов широты. Мы с вами знаем, что и другие параллели имеют градусы. На нашей карте они проведены через 20 градусов. Значит, географические широты могут иметь значение от 0 градусов до 90 градусов. Географическая широта 90 градусов находится на полюсе. Поэтому если точка находится на параллели 40 градусов в южном полушарии, то у неё широта 40 градусов южной широты. Географическая широта – это величина дуги меридиана в градусах от экватора до заданной точки. Все пункты, лежащие на одной параллели, имеют одинаковую широту. Географическую широту отсчитывают от экватора, поэтому его широта 0 градусов широты. На картах широту параллелей обозначают на рамках карты, а на глобусе они подписаны вдоль начального, гринвичевского меридиана. А теперь, ребята, определим географическую широту некоторых географических объектов. Чтобы определить географическую широту какого-либо объекта, нужно определить параллель, на которой он находится. Например, Санкт-Петербург имеет широту, равную 60 градусов северной широты, потому что он расположен на параллели, отстоящей от экватора на 60 градусов. Что же делать, если объект расположен не на изображенных параллелях, а между ними? Для этого надо определить широту, ближайшую к объекту параллели, со стороны экватора, и к ней прибавить число градусов дуги меридиана от параллели до объекта. Например, Москва располагается севернее параллели 50 градусов. Число градусов по меридиану между этой параллелью и Москвой равно 6. Значит, географическая широта Москвы будет 56 градусов. Так как город лежит к северу от экватора, то широта будет северной. Ребята, давайте определим географическую широту города Бешкек. Наша страна, Кыргызстан, находится к северу от экватора, и все объекты в нашей стране имеют северную широту. Чтобы определить широту, надо найти близко расположенную параллель со стороны экватора. Это 40 градусов. Но Бешкек не лежит на этой параллели. Он расположен между 40 и 50 градусами. Приблизительно на 2 градуса выше 40-й параллели. Значит, географическая широта Бешкек 42 градуса северной широты. А теперь, ребята, давайте определим понятие географическая долгота. Географическая долгота определяется по меридианам. Меридианы называют линиями долготы. Мы с вами знаем, что нулевой меридиан Гринвич имеет значение 0 градусов и делит нашу Землю на два полушария – восточная и западная. Поэтому долгота бывает восточная и западная. Если точка находится в восточном полушарии, то долгота восточная. Если в западном полушарии, то долгота западная. То есть все точки от нулевого меридиана к востоку будут иметь восточную долготу, сокращенное обозначение ВД. А расположенные к западу от нулевого меридиана – западную долготу Z.D. Мы с вами знаем, что все меридианы тоже имеют градусы. Если точка находится на нулевом меридиане, то у нее будет 0 градусов долготы. На нашей карте меридианы проведены через 20 градусов – от нуля до 180 градусов. Значит, географические долготы могут иметь значение от нуля до 180 градусов. Поэтому, если точка находится на меридиане 120 градусов в западном полушарии, то у нее долгота 120 градусов западной долготы. Географической долготой называют часть дуги параллели, которая заключена между начальным меридианом и меридианом исследуемой точки. От гринвичевского меридиана и начинаем отсчет в градусах, следуя строго вдоль параллели – на запад или на восток. Но раньше для этой цели служили другие меридианы. Например, меридианы острова Ера – самого западного из группы Канарских островов – Парижской и Берлинской обсерватории. В России при геодезических и картографических работах в XIX веке счет долгот ввелся от меридиана Пулковской обсерватории. А теперь, ребята, давайте попробуем определить географическую долготу некоторых географических объектов. Для того, чтобы узнать долготу заданной точки, нужно найти меридиан, на котором она расположена. Определим долготу города Санкт-Петербурга. Чтобы определить долготу объекта, необходимо Найти объект на карте. Определить, в каком полушарии, западном или восточном, он находится. Определить долготу меридиана, на котором расположен объект. Так, Санкт-Петербург находится на меридиане, удаленном на 30 градусов к востоку от начального нулевого меридиана. Его долгота – 30 градусов – восточной долготы. Если пункт располагается между двумя меридианами, то сначала узнают долготу ближайшего к пункту меридиана со стороны Гринвича. Затем к ней прибавляют число градусов – дуги параллели между этим меридианом и самим пунктом. Например, Москва находится восточнее меридиана 30 градусов. Дуга параллели между этим меридианом и Москвой составляет 8 градусов. Это значит, что географическая долгота Москвы – 38 градусов. Она расположена к востоку от нулевого меридиана. Это значит, что Москва имеет восточную долготу. Давайте определим географическую долготу города Бишкек. Наша страна расположена к востоку от начального меридиана в восточном полушарии. Бишкек находится восточнее меридиана 70 градусов. Дуга параллели между этим меридианом и Бишкек составляет 4 градуса. Это значит, что географическая долгота Бишкек – 74 градуса восточной долготы. Ребята, таким образом мы с вами определили географические координаты, то есть широту и долготу города Санкт-Петербурга, города Москвы и города Бишкек. А теперь давайте дадим определение понятия географические координаты. Географические координаты – это широта и долгота точки земной поверхности. Зная географические координаты, можно найти любой объект на карте и определить его положение. Ребята, на нашей планете есть страны, которые расположены не в двух полушариях, а в трех и даже в четырех. Например, Россия расположена в трех полушариях – восточном и западном, поскольку территорию страны пересекает 180-й меридиан и от экватора в северном. А вот республика Кирибати, которая находится в Тихом океане, расположена во всех четырех полушариях. А сейчас, ребята, повторим новые понятия – географическая широта и географическая долгота. Для этого необходимо заполнить пропуски в тексте на слайде. Можете пользоваться вариантами ответов. А теперь проверим, что у вас получилось. Географическая широта – это величина дуги меридиана в градусах от экватора до заданного места. Географическая долгота – это величина дуги параллели в градусах от нулевого меридиана до заданного места. А теперь будем определять географические координаты городов. В каком из вариантов можно определить географическую долготу? Правильный ответ по цифрой 2. Следующее задание. Игра «Найди меня». Ребята, откройте «Атласы», карта полушарий на странице 14 и попробуйте определить географический объект по географическим координатам. 28 января 1820 года вблизи 70 градусов южной широты и 2 градуса западной долготы с обоих судов была замечена земля. Так писал об этом событие Лазарев. Какая земля была открыта в этот день? Ребята, будьте внимательны. Сначала определите, в каких полушариях находится точка. Это южное и западное полушария. А теперь находим параллель 70 градусов и меридиан 2 градуса. То есть это западнее от нулевого меридиана на 2 градуса. Теперь проводим вдоль этих двух линий и найдем точку пересечения. Это будет наш ответ. Антарктида. Следующее задание. 10 января 1821 года русская экспедиция на судах Восток и Мирный открыла остров с координатами 69 градусов южной широты и 91 градус западной долготы. Это был остров. Варианты ответов Врангеля, Петра I, Тасмания, Мадагаскар Ответ – остров Петра I Следующий вопрос. Этот остров имеет несколько названий Рапануи, Вайгу, но чаще его обозначают другим названием. Как называют этот остров на карте? Есть ли его координаты 27 градусов южной широты и 109 градусов западной долготы? Варианты ответов Пасхи, Гренландия, Петра I, Мадагаскар Правильный ответ – остров Пасхи Следующее задание. Легкое парусное судно в Индийском океане терпит бедствия. Его координаты – 10 градусов южной широты и 60 градусов восточной долготы. На берегу какого материка радисты первыми услышат сигнал СОС? Правильный ответ – материк Африка. Потерпевшие кораблю крушения сумели добраться до острова, координаты которого – 42 градуса южной широты и 149 градусов восточной долготы. Какой это был остров? Правильный ответ – остров Тасмания. Ребята, на этом мы завершаем наш урок. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин